Доброе утро! На канале ОТС Новости в студии работает Екатерина Широких. В этом выпуске вы узнаете о том, какой район мегаполиса самый популярный у покупателей новостроек, где жители региона могут выразить свое мнение о ценах в магазинах и когда стартуют занятия в женской школе футбола. Подробности далее. Доброе утро! 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 научного центра вирусологии «Вектор» перейдет в распоряжение Кольцова. Об этом сообщил глава Наукограда. «Вектор» сможет наконец-то завершить возведение своих долгостроев в рамках программы «Санитарный щит России». Но в обмен центр вирусологии должен уйти с улицы Абыка в Кольцово. Административное здание и часть корпусов ученые обещают освободить к 2027 году. Помещения перейдут на баланс рабочего поселка и станут частью нового медицинского городка. Школьный маршрут стал опасным в городе Обь в разгар учебного года. Дети идут на уроки по проезжей части оживленной улицы. В ситуации разбирался Александр Сульдин. Город Обь, улица Октябрьская. Сегодня пятница. В школах день самоуправления. Младших отпустили пораньше. Вот штурмуют дорогу домой. «Вот такой вот маршрут безопасности в разгар учебного года. Преодолеваем одно препятствие. Стремительно выходим на проезжую часть. Здесь, благо, зебру видно. И снова попадаем в ров. Судя по всему, тротуар здесь начали делать. Но стройка века, по-видимому, остановлена. И чтобы не переломать ноги, все-таки волей-неволей перескакиваешь на более безопасную проезжую часть. Хотя навстречу, особенно утром, постоянный поток машин». Анастасия Жавнерова уже неделю наблюдает эту ситуацию. Живет здесь, владеет парикмахерской. Обращалась в местную администрацию. Когда тротуар сделают? Однако ответа не получила. Удивляет женщину само расположение будущей дорожки и зебры. Незапасный маршрут отсекает ее дом и гараж от дороги. «Я не знаю, как я буду проезжать, если будет здесь идти ребенок. Я же буду препятствовать другим машинам. Я пока не понимаю. Лучше не вижу». Раньше переход был за перекрестком. Безопасный маршрут с тротуаром напротив. Зебру и знаки перенесли год назад. Город маленький, слухами полнится быстро. Пока журналисты записывали интервью, появились колоритные люди на ВАЗовской классике. Оказалось, подрядчики. «Асфальт будет уже завтра, я не знаю. Послезавтра. Прям дорожка будет». Буквально через 10 минут на месте оказался грузовик с бордюрами. Закипела работа. А корреспонденты ОТС проверят, в понедельник появился ли асфальт. Александр Сульдин, Евгений Павлов. Новости ОТС. Новосибирские хирурги спасли младенца от инфаркта. В клинике Мишалкина провели уникальную операцию. При рождении у малышки диагностировали заболевание, распространенное у людей старше 50-ти, коронарную недостаточность. Во время кормления у младенца была отдышка, хрипящее дыхание. А собственный крик мог спровоцировать приступы кашля. Из-за аномалии сердца пятимесячный ребенок находился на грани инфаркта. Доктора провели сложную операцию. Маленькую пациентку подключили к аппарату искусственного кровообращения. Охладили и сформировали из ее сосудов недостающий участок сердца. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и проходит курс реабилитации. Осторожно! Совы в Новосибирске. Дети нашли упавшую во двор длиннохвостую неясыть. Кадры попали в сеть. Кто-то одержит в доме. Я как дошел, она в крышу вот так врохнула. Как полетить? Давай! А не можно будет? Она не хочет. Нет, давай! Отпусти! Защита живота! Она меня как чем? Сова упала в одном из дворов нашего мегаполиса. Получила травму. Пернатую первыми обнаружили дети. А о находке сообщила неравнодушная жительница Новосибирска в Министерство природы. Редкую птицу, которая занесена в Красную книгу, покажут специалистам зоопарка, вылечат и отпустят на свободу. Кстати, длиннохвостая неясыть – одна из самых крупных представителей своего вида. Ее длина достигает 70 сантиметров, а размах крыльев больше метра. В медучреждения с комфортом 17 новых машин скорой помощи получили центральные районные и городские больницы Новосибирской области. Эта машина как раз будет вывозить пациентов в город Новосибирск и в город Куйбышев по машинизации. Потому как мы часто транспортируем беременных женщин, пациентов, которые нуждаются в шунтировании, то есть пациентов с инфарктом миокарда. Нам машина это очень нужна. У нас самое отдаленное село – это 98 километров, представьте. Поэтому новые машины буквально долетают за 45-50, ну час 20 максимум до отдаленных сел. Новые кареты скорой помощи поедут в Бердск, Обь, Ленево, Кольцово, а также Искитимский, Баганский, Карасукский, Колыванский, Качковский, Куйбышевский, Кыштовский, Северный, Сузунский, Убинский и Черепановские районы области. А до конца этого года в больницы поступят еще три десятка автомобилей. Плюс за счет бюджета для медучреждений приобрели почти полсотни легковых авто. В правительстве региона подчеркивают, работа по обновлению автопарка в больниц идет уже пять лет. Заменить удалось больше двух сотен транспортных средств. Сегодня современные автомобили важны для системы здравоохранения, поскольку это в первую очередь комфортные современные условия и напрямую зависит, насколько оперативно будет передвигаться по нашей необъятной территории региона автомобили и оказывать соответствующую медицинскую помощь напрямую связана с жизнью и здоровью наших граждан. Новосибирцы стали чаще брать автокредиты. Спрос вырос в два раза по сравнению с 2021. Об этом сообщают представители одного из федеральных банков. По данным специалистов, они выдали жителям Сибири с начала года больше 10 миллиардов рублей на покупку машин. Почти пятая часть этой суммы приходится на жителей Новосибирской области. Средний чек автокредита больше одного миллиона рублей. Но эксперты прогнозируют, на фоне ужесточения политики Центрального банка и роста ставок в четвертом квартале, интерес к автокредитам может охладеть. Кстати, на первичном рынке машин сейчас лидирует китайский автопром, а на вторичном – Ford Focus, Hyundai Solaris и разные модели Lada. Возраст не помеха. В Новосибирской области провели акцию «Шаги здоровья». Во всех муниципалитетах региона люди элегантного возраста вышли на оздоровительные прогулки. Подробнее расскажет Екатерина Петровичева. Около 50 человек собрались в парке Наукограда Кольцова. После благоустройства здесь появилось все необходимое для активного отдыха и занятий спортом. Бабушки, дедушки активно участвуют с внуками своими. Ну а для них еще вот эта трасса «Тропа здоровья» мы ее давно хотели сделать, чтобы она давала возможность сердечную нагрузку получать и спокойной ходьбой, и кто хочет более форсированно получить набор высоты по лестничным маршам. В прошлом году пешком к здоровью отправились около 3000 человек из всех муниципалитетов Новосибирской области. В этом году планируют большее количество участников, популярность проекта растет. Это акция такая, не просто походить, а акция такого, скажем так, спорта, акция здоровья, потому что муниципальное образование представляет не только вот именно прохождение тропы здоровья, но и работают медики, можно измерить давление, сатурацию до и после, посмотреть, как организм реагирует на прохождение тропы здоровья. Среди участников акции представители Союза пенсионеров, ветеранских организаций, общества инвалидов. Мы не первый раз ходим, нас много, и мы не первый раз в Советы ветеранов ходим, конечно, по тропе, и нам очень нравится, поэтому мы идем. Совет ветеранов, Союз пенсионеров всегда с нами, мы все вместе. Можно было пройти большой пятикилометровый круг или малой протяженностью один километр. Скандинавские палки не обязательны, брать или нет, каждый решал сам. Для того, чтобы узнать, сколько шагов здоровья прошел каждый участник, по всей тропе расставили вот такие метки в 100, 200 или 1000 метров. Акция «Шаги здоровья» не последняя активность в рамках декады пожилых людей. Впереди фестивали, праздничные и концертные программы. Екатерина Петровичева, Алексей Баженов, Новости ОТС. Писатели региона приглашают принять участие в необычном конкурсе. Им предстоит сочинить детскую сказку про новосибирского соболя Тему. Этот зверек – один из символов нашего региона. В повествовании могут участвовать также и другие герои. Белочка, медвежонок и филин – защитники леса и его мирных жителей. Организаторы подчеркивают, привязка к истории Сибири и ее самобытности будет преимуществом. Задача конкурса – сохранение традиционной культуры и нравственных ценностей у детей и подростков. Тексты объемом до 15 тысяч знаков принимают до 1 ноября. Победитель конкурса получит ценный приз, эквивалентный сумме 100 тысяч рублей. К этой минуте у меня все. Следите за нашими новостями также на YouTube-канале OTS Live. В студии работала Екатерина Широких. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!